Насколько готовы, показали командно-штабные учения, которые состоялись на Баваненковском месторождении. По сценарию, именно весенний поводок стал причиной ЧП. Резкое таяние снега, ледовый затор на реке СЕХ вызвали затопление площадки ГП-1 кустов газовых скважин. Из-за растепления грунта свайного поля обрушилась часть здания входных ниток и входных сепараторов с порывом газопровода. В результате аварии пострадали два работника. На первом этапе отрабатывались действия органов управления, оповещения и развертывания группировки сил и средств Ямальского ГПУ и филиалов «Газпромдобыча над дым» на полуострове Ямал при получении сигнала об аварии. Вводное оповещение, сбор ответственных, эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, сработали четко. Второй этап – непосредственно аварийно-спасательные работы. Здесь главная скорость, согласованность, четкое выполнение действий. Сначала пожарные, потом спасатели и медики, служба корпоративной защиты и штаб, выезжают специалисты к месту аварии. За действиями аварийно-спасательной бригады следит комиссия из Большого Газпрома. Именно от того, как сработают спасатели, как они осуществляют взаимодействие, зависит аттестация нештатного аварийного спасательного формирования, которое создано по приказу генерального директора Сергея Меншикова в конце прошлого года. Два звена по 10 человек в каждом работают с учетом перевахтовки персонала, готовы в любое время выполнить поставленные задачи. Я вижу, что отработали, в принципе, хорошо, но есть, конечно, недостатки. Я думаю, что отдельно потом это все мы разберем. А так, в принципе, оцениваем, как хорошо. Ребята готовились, тем более мы до этого проводили определенную работу, обучение, составили программу, потом составили план. Выезжал сюда начальник спецотдела, начальник штаба БОЧС общества, тут главный инженер Мельников Евгений Васильевич. Ну, в принципе, увидим, что оборудование в нем комплектовано и знает, что делать в таких вот нештатных ситуациях.